Насколько безопасны шуб-туры в Иваново, выясняли сотрудники ГИБДД. У одного из крупных текстильных центров инспекторы проверяли водителей автобусов на предмет соответствия техрегламенту. На такого рода транспорт в ГАИ обратили внимание не случайно. За первые полугодия 2017 года на территории областного центра произошло 66 ДТП с участием маршрутных транспортных средств. Основной шквал ДТП происходит во временные рамки с 12 до 3 часов. Самое аварийно опасное место территории города Иваново является проспект Гленина, зарегистрированная на данном участке 13 ДТП за 2017 год. Требований к такому транспорту немало. В автобусах перевозящих пассажиров обязательно должны быть аптечка, огнетушитель, знаки аварийной остановки, а также внушительная стопа документов. В этом автобусе есть все обязательные аксессуары. Но вот с документами вышла загвоздка. Нет карты техосмотра. На диагностика-то вообще нужна или на автобус это? Конечно, вы же людей перевозите, вы что? Транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров, техосмотр должны проходить даже чаще других два раза в год, чтобы не случалось неожиданностей в пути. Недавно был случай, когда у автобуса лопнул шланг охладительной системы, страдал ребенок. Кроме прочего, инспекторы нередко выявляют другое нарушение – отсутствие тахографов, устройств, фиксирующих режим труда и отдыха водителей. Междугородние автобусы в обязательном порядке должны быть оснащены этими приборами. Для чего они нужны, явственно иллюстрирует недавнее ДТП в подмосковной Балашихе. Микроавтобус с пассажирами, двигавшийся из Иваново, врезался в большегруз. Пострадали пять человек. Обстоятельства выясняют. Одна из возможных причин ДТП – водитель перетрудился, уснул за рулем.